Добрый вечер на РБК региональные новости. Мы вещаем из отеля Широтон Плаза в студии Маргарита Гафарова. В Башкортостане до конца года ликвидируют пять несанкционированных свалок. На эти цели из федеральной казны направят 1 миллиард 600 миллионов рублей. Так, в ближайшие два месяца должны завершить рекультивацию в Стерли-Тамаке, Баймаке, Сибае, Благовещенске и Довлеканово. А ликвидация свалки в Кумертау продолжится в 2024 году. Здесь срок окончания работ по контракту намечен на ноябрь, но их планируют завершить досрочно, уже весной. Объекты проинспектировали представители Минприроды и Российского экологического общества. Степень готовности по пяти стихийным свалкам оценивается как высокая. Две цели преследуют, когда рекультивируют свалки. Первая цель – это предотвратить негативное воздействие на окружающую среду. И вторая цель – вовлечь этот земельный участок в оборот. То есть мы не должны просто засыпав тупую свалку, оставить эту как гору в напоминании нашим потомкам о том, что здесь когда-то была свалка. Нет, мы должны сделать так, чтобы этот участок был вовлечен в тот или иной хозяйственный оборот. Полмиллион человек, если улучшить свои экологические условия, то я считаю, что стоимость свыше двух миллиардов, которую мы затратим, она оправдана. Работы проводят в рамках программы «Чистая страна» нацпроекты «Экология». Свалки ликвидируют без вывоза отходов на действующие полигоны твердых бытовых отходов. На территориях устанавливаются инженерные системы эндогазации, водоотведения, фильтрации, которые должны обеспечить экологическую безопасность. Больше всего отходов накопилось в Комертау – 850 тысяч кубометров мусора. Самая большая по площади свалка в Стерли-Тамаке – более 18 гектаров. Налоговые льготы медучреждениям в Башкортостане продлили еще на три года. Законопроект депутаты Башкирского парламента рассмотрели на пленарном заседании в первом чтении. Клиники освободили от имущественного налога до 31 декабря 2026 года. Воспользоваться преференцией могут медорганизации, которые осуществляют деятельность в сфере обязательного медстрахования и оказывают высокотехнологичную помощь по профилю акушерства и гинекологии. Выпадающие доходы регионального бюджета в этом случае оцениваются почти в 50 миллионов рублей в год. Меры позволят улучшить материально-техническое оснащение системы здравоохранения, отмечают инициаторы. Снижение материнской, младенческой и детской смертности, улучшение стаяния здоровья детей и их матерей, предоставит возможность обновления имеющегося оборудования и приобретения дополнительных лекарственных средств. Также снижение налоговой нагрузки позволит сохранить достойный уровень зарплаты, которая как раз и борется за жизнь маленьких деток. В Федеральном Минздраве оценили идею распространить социальные доплаты на врачей, которые оказывают медпомощь в частных клиниках по программе ОМС. Такое предложение в Кабмин направил ранее Всероссийский союз пациентов. Помощник главы ведомства Алексей Кузнецов назвал идею странной, так как специальные соцвыплаты предназначены только для работников государственных и муниципальных медорганизаций. Отделение социального фонда по Башкортостану с начала года назначило единое пособие родителям более 283 тысяч детей. В целом республика занимает лидирующую позицию в стране по количеству принятых заявлений и своевременной их обработке. Все поступившие заявки рассматриваются в течение 10 дней. Напомню, что единое пособие введено в Россию с этого года. Оно объединило в себе несколько ранее действовавших мер поддержки и теперь позволяет семьям получать финансовую помощь с момента беременности до момента, когда ребенку исполняется 17 лет. Для оформления средств родители и дети должны быть гражданами и жить в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей. Башкортостан занял 48-ю строчку в рейтинге регионов по доходам населения по итогам первого полугодия. Исследования подготовили аналитики Реорейтинг. Для оценки ситуации эксперты рассчитали соотношение среднедушевых доходов и стоимости фиксированного потребительского набора. Самое высокое значение оказалось у Ямала-Ненецкого автономного округа – 5,9. Далее в тройке лидеров Ненецкий и Чукотский автономный округа замыкают рейтинг Ингушетия, Тыва и Карачаева-Черкесия. В Башкортостане соотношение равняется 1,9. Среднедушевой доход населения в республике составил чуть более 36 тысяч рублей, а реальные денежные доходы увеличились на 8% год к году. Однако данных, на которые опирались составители рейтинга, недостаточно для объективной оценки, считают ряд экспертов. Не секрет, что в республике Башкортостан еще с советских времен популярен вахтовый метод работы. Как учитываются доходы вахтовиков и куда уплачиваются подоходные налоги, если, допустим, обособленные подразделения компаний, занимающие их зарегистрированы в регионах и день основной деятельности? Видимо, в их местные бюджеты. Вполне вероятно, что здесь имеет место и определенные искажения в статистике доходов вахтовиков. Корректировка доходов с учетом потребительской корзины – это хорошо, но нужно обращать внимание и на потребительские расходы. Плюс инвестиционные расходы со стороны домашних хозяйств, а это, на минуточку, довольно значительные расходы на приобретение недвижимости. Кстати, наша республика уверенно входит в топ-10 регионов по объему выдачи ипотеки. По словам эксперта, у региона имеются существенные резервы для улучшения ситуации в политике доходов и заработной платы. Что же касается страны в целом, во втором квартале текущего года среднедушевые доходы населения в России держались на уровне 47,8 тысяч рублей в месяц. В реальном выражении за вычетом инфляции доходы населения выросли за этот период на 5%. Малый и средний бизнес Башкортостана получил финансовые меры поддержки на 21 миллиард рублей в текущем году. Об этом сообщили в региональном министерстве предпринимательства и туризма. С января по сентябрь региональная гарантийная организация предоставила предпринимателям и самозанятым 370 поручительств на 3 миллиарда рублей. Бизнес смог привлечь кредиты на 7 миллиардов. Башкирская микрокредитная компания выдала 250 микрозаймов на 399 миллионов рублей. Объем поддержки лизинговой компании составил 275 миллионов рублей. Благодаря зонтичному механизму малые и средние предприниматели оформили 202 кредита. Объем поручительств составил 1,5 миллиарда, а объем привлеченных кредитов – 3 миллиарда рублей. Также по другим программам кредитования предприниматели получили поддержку еще на 15 миллиардов 600 миллионов рублей. Ну и напомним, по итогам прошлого года Башкортостан вошел в тройку регионов-лидеров по приросту объема кредитования с поручительством. За 12 месяцев показатель вырос почти вдвое.